15 надавливаний, 2 вдувания. Это алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации, которая не раз спасала человеческие жизни в чрезвычайных ситуациях. Самая частая категория граждан, которая вырывает пострадавших из лап смерти, это спасатели МЧС. Для них обучение и оказание первой помощи при остановке кровообращения – одно из главных умений на службе. Внезапная остановка кровообращения – это одна из ведущих причин смертности во всем мире. В России таких случаев приходится более 300 тысяч в год. И ранняя реанимация очевидцами или родственниками пострадавшего способна привести в чувство и спасти порядка 70% человек. Это может быть любой человек, это может быть не обязательно пациент в больнице, это может быть какой-то родственник, это может быть случайный прохожий, либо человек на улице по причине проблем с сердцем, остановил сердце. И очень важно распознать этот момент, не быть равнодушным, приблизиться и быстро начать оказывать помощь. Любой человек, а уж тем более спасатель МЧС, обязан знать, как проводить комплекс сердечно-легочной реанимации. Тем более, что средний приезд скорых по Твери – 20 минут, а когда сердце перестает биться, на счету – каждая секунда. Большой палец сверху, второй палец снизу, маски плотно прижимают, и оставшимися обязательно запрокидываем голову. После этого мы можем сжать мешок и увидеть, как поднимается экскурсия грудной клетки. Раз, два. После этого возвращаемся на компрессию. Довольно часто остановка кровообращения в организме связана с механическим воздействием – удары, аварии, падения с высоты. Когда происходят подобные несчастья, первыми на месте всегда оказываются сотрудники экстренных служб. Надо, чтобы эти люди знали, как распознать эту ситуацию, и чтобы мы с этими сотрудниками работали по одному алгоритму. И были общие принципы действия. Когда мы все говорим на одном языке, это гораздо лучше, и получается высокий уровень достижения хорошего результата, и мы можем спасти десятки, а то и сотни тысяч людей. На взгляд медиков подобные практические занятия помогут в реальной жизни снизить летальные исходы от внезапных смертей на 50%. Они отмечают, что это не заоблачные показатели, а реально достижимые результаты, которые мы можем получить благодаря подобным программам. Продолжение следует...